Всем привет, с вами Игорь. Сегодня мы поговорим о солнечных коллекторах. Водяных, воздушных в принципе не имеет значения, а именно о передней стенке самого коллектора. В светопрозрачной стенке это может быть или стекло, или поликарбонат. Вот это вот, я считаю, это самая важная часть, это передняя стенка. В принципе, как вы там короб сделаете, это уже не столь важно. Деревянный, металлический, как утеплите. Это каждый выходит из своих обстоятельств. Кстати, кто первый раз на мой канал зашел, то у меня есть там плейлист по солнечному коллектору, и не только по солнечному коллектору. Я в описании под видео оставлю ссылочку на плейлист. Заходите, смотрите там весь цикл производства, как его делал, опыты проводил, замеры температуры, все-все-все есть там. Итак, наверное, разобью я так свое видео на несколько пунктов. Это плюсы и минусы. Мы сначала обговорим того и другого материала, стекла и поликарбоната. Потом я покажу свой поликарбонат, какой у меня, какой я поставил. Потом опыты наблюдения, вот так сказать, наблюдения за работой моего коллектора, что я там замечаю, как он работает, этот поликарбонат, все такое, как его лучше ставить там. И сделаем такой вывод. Ну, я вам сразу вывод скажу, что однозначного как бы вывода нет. Я так и не пришел к нему, что вот так вот можно сказать, в любом случае лучше ставить стекло, или в любом случае поликарбонат. Нет, вот такого вывода я не могу сделать. И почему так, почему так, в разных обстоятельствах, каких именно, вот это вот я логически, мы дойдем под конец видео к этому выводу. Итак, плюсы и минусы разных материалов. Ну, например, стекло начнем. Самые такие плюсы стекла, это то, что оно долговечное, ну, если, конечно, не разбить. Вот, и у него практически 100% светопрозрачность, пропускаемость света. Ну, почти 100%, там, 90 с лишним, ну, под 100, это точно. Там, конечно, оно немного ультрафиолет задерживает, это уже такой вопрос, там, это видно по, даже по рассаде, которая растет на окне, и в теплице под пленкой, что все-таки под пленкой она растет лучше. Значит, что-то, вот ультрафиолетовый именно спектр, оно задерживает это стекло. О, минусы стекла. Это оно холодное. Вот это вот самый главный минус, что оно холодное. Наверное, из-за этого и стали применять поликарбонат сотовый, чтобы как-то утеплить эти теплицы, или что-то другое, или коллектор, потому что оно очень холодное. Холодное, тяжелое, с ним неудобно работать, неудобно перевозить его. А листы, вот, например, такие, как у меня, я вообще не представляю. У меня коллектор метр на два. Это мне надо с такими листами ворочаться. Ну, это даже 4 миллиметра, наверное, было бы мало толщины. Ну, это нереально. Пришлось бы делить, наверное, коллектор на двое, чтобы хотя бы метр на метр были листы, или я знаю. Ну, короче, проблемный такой материал, довольно-таки, это стекло. Вот, и плюс еще, оно боится сильно перепадать температура. В коллекторе это очень актуально, потому что я показывал даже видео, у меня есть, когда на улице зимой минус 10, в коллекторе за 70, при работающем вентиляторе даже. За 70, больше 80 градусов разница. И как бы повело себя в этой ситуации стекло, выдержало ли, ну, вообще этот перепад, я не знаю. Но видел видео там на ютубе тоже говорили, что ставили стеклопакеты двойные в коллектора, то они лопались. Вот, они лопались. Ну, может, не у всех, я не знаю, в каких-то обстоятельствах, но такое стекло, и надо быть к этому готово, что оно может быть в коллекторе и лопнет даже. Так, теперь поликарбонат, плюсы и минусы. Ну, минусы поликарбоната, это то, что оно относительно стекла, не такое долговечное, хотя, если купить поликарбонат, чтобы он был ультрафиолетово стабилизированный, то есть, хотя бы с одной стороны, ну, вот мой поликарбонат, он с двух сторон, там, ламинация как бы нанесена, уф-стабилизация, с двух сторон, его какой стороной не поставь, вот это вот удобно. Но в основном производители, насколько я знаю, ламинируют только с одной стороны, вот эту уф-стабилизацию, и надо поставить вот этой именно стороной наружу, к солнцу, вот этой уф-стабилизации к солнцу. Потому что это очень важно, чтобы ваш поликарбонат простоял долго, и, ну, вот на мой, например, дали мне гарантию 10 лет, на поликарбонат, там, знаете, такая гарантия, но если он простоит столько, то я буду даже рад, я вам скажу, если он не разрушится, но он, я думаю, простоит, я его покажу, вот, ну, вот такой вот недостаток, то, что он относительно недолговечен, но если взять качественный, хороший поликарбонат, с ультрафиолетовой стабилизацией, я думаю, он 10-15 лет точно простоит, без вопросов, без вопросов даже, ну, теплицы же строят как-то, да, их же не перестраивают, каждые 2-3 года не перекрывают, нормально они стоят, главное, чтобы он был качественный, вот с этой именно, уф-стабилизации, вот, это первый недостаток, относительная недолговечность, относительность стекла, и второй существенный недостаток, это более низкая светопрозрачность поликарбоната, вот, ну, например, у моего поликарбоната, это примерно 85-86% светопрозрачность, ну, это, как бы, не очень, но, вот эта вот, пониженная светопрозрачность, она компенсируется, как бы, теплоизоляционными свойствами поликарбоната, и в сильные морозы, он, как бы, ну, вот это вот компенсирует, и выходит в лидерство, перед стеклом, ну, об этом мы еще позже, теперь плюсы, вот, минусы, да, назвал, два таких поликарбоната, минусы, это относительная долговечность, и, то, что у него ниже, намного ниже, светопрозрачность, особенно у толстых, таких утепленных поликарбонатов, вот, поэтому толстые особо брать не надо, больше 10 миллиметров, я не вижу смысла брать, там оно, чем толще получается, даже смотреть по таблице, тем меньше у него увеличивается, вот это вот, уменьшается, вот это светопрозрачность, так что 10 миллиметров, вполне поликарбоната хватит, вот, теперь, плюсы поликарбоната, ну, это вообще классный материал, он легкий, вот он, мой поликарбонат, кусочек отрезал, показать, он легкий, удобный, с ним работать, прекрасно, он, ну, поломать его как-то, я не знаю, ну, случайно это невозможно, и даже специально, если в коллектор просить камень, даже большой, я думаю, ничего ему не будет, этому поликарбонату, ветер, град, он это все выдерживает, тем более, он стоит вот так вот, вертикально у меня, кстати, надо вот именно так вот ставить, вертикально, коллектор для зимнего использования, только вертикально на южную сторону, вы сразу избежите, налипания снега, максимальная эффективность, когда ниже всего солнца, и так далее, так что, только вертикально, вот, очень удобный материал, режется хорошо, легенький, я же говорю, прозрачный достаточно, работать с ним удобно, даже с большими листами, ну, со стеклом, метр на два, представьте, тягать, вот это стекло, даже при чем тут тягать, даже довести его до дому, метр на два, я не представляю, как такие стекла можно, а поликарбонат, метр на два, это еще маленький кусок считается, они вообще там делаются, два на шесть, по-моему, листы, мне резали, вот, вроде с такого листа, да, два на шесть, короче, материал очень удобный, для всяких поделок, и в том числе, для коллекторов, эффективный, легенький, материальчик, такой крепкий, очень крепкий, по сравнению с стеклом, стекло оно хрупкое, и все такое, вот такие вот плюсы и минусы, поликарбоната и стекла, теперь вот мой поликарбонат, вот мой поликарбонат, я покажу его вблизи, вот видите, в разрезе, он вот так вот выглядит, вот так, наружные две стенки, толстые, очень толстые, я их даже продавить, вот так вот пальцами сдавливаю, видите, я его не могу продавить, он не складывается, вот эта вот внутренняя перегородка, они настолько крепкие, что я их не могу продавить, вообще сдавить, и плюс еще у него продольные внутри, вот эти вот, видите, такие, они тоненькие внутренние, как пленочка вроде, но они свою работу, именно для теплоизоляции, они выполняют, получается, у меня 4 камеры в поликарбонате, вот так вот 10 миллиметров, 4 камеры, да, воздушных камер, он очень теплый, даже на упаковке, на пленке покрываешь, там что-то было написано, термоклир, что-то термоизоляционный, или специальный термоизоляционный, что-то такое, ну вот это вот важно, именно, чтобы поликарбонат был, есть еще у меня такой вот поликарбонат, я его использую для утепления окон на зиму, просто двухслойный, но тоже он, кстати, стоит у меня довольно-таки долго уже, вот, я никаких на него нареканий нет, нормально стоит, ничего не сыпется, даже еще и не пожелтел, а то, что там рассыпается, даже я такого и не видел, и не думал, и не думает он еще рассыпаться, вообще, вот, так что поликарбонат, вот этот тут мне нравится, нашел я его, вот, мне он очень понравился, и я его купил, это австрийский поликарбонат, с двойной, ламинацией от ультрафиолета, с двух сторон, такой вот теплоизоляционный, при своей толщине, да, всего сантиметр, у него аж 4, аж 4 воздушных камеры, и это очень-очень хорошо зимой, вот, теперь опыт и наблюдения, практические, на своем коллекторе, что я заметил, ну вот, благодаря такому поликарбонату, благодаря ему, у меня, практически, теплопотери, ну там, они может и есть какие-то, но они практически сведены к нулю, то есть, что это дает, я заметил в своем солнечном коллекторе, что он, он как бы, температура внутри коллектора, она как бы вообще не зависит от температуры наружной, вот, температуры воздуха за бортом, так сказать, да, то есть, логически, как бы, так, поразмышлять, так, что температура должна зависеть, так как снизу, там, ну, снаружи минус 10, например, это же не будет та же самая температура, если плюс 10 в коллекторе, А вот наоборот, получается, что плюс 10, что минус 10 в коллекторе у меня все равно плюс 70. Это при работающем вентиляторе, не при выключенном. Я при выключенном даже и не делал такие опыты. Я боюсь, что он перегреется просто. Там что-то расплавится. А это при включенном вентиляторе в любую погоду у меня за 70. Это есть в моих видео. Я показывал, смотрите, плейлист. Все показывал, замерял, что плюс 70 нагнетает. И я говорю, что это благодаря именно теплоизоляционным свойствам этого поликарбоната. Потому что если бы стояло стекло, то эта зависимость была бы очень сильная. Очень сильная, что оно бы вот так реагировало. Кстати, мы и подошли к этому выводу, к которому я пришел. Что поликарбонат лучше ставить в регионах, или где вы там живете, где зимы суровые, холодные, морозные. Солнце есть, мороз, поликарбонат прекрасно себя чувствует и минимальные теплопотери. То есть он будет работать при любом морозе. У вас будет в коллекторе, я же говорю, что 0, что минус 10. Я думаю, при минус 20, так же само у меня в коллекторе было бы плюс 70. То есть без вопросов. Ветер, кстати, тоже немного влияет на охлаждение поликарбоната. Даже я бы сказал, не так мороз, как ветер. Но если бы стояло стекло, то представьте себе, даже минус 10 на улице, в коллекторе плюс 70, и 6 метров квадратных отдают это тепло. Как получается, да? Вот, например, у меня стекло стоит, или вот поликарбонат. Ну, представьте, что стекло. Солнце проходит через него, нагревает тут у меня абсорбер, ну, черное тело. Ну, у меня это оцинковка, просто лист оцинковки, покрашенный этой селективной краской. Нагревает его, он же близко стоит, его далеко не разместишь. Близко стоит. И от нагрева начинает уже сама металлическая часть излучать тепло опять наружу. То есть это тепло, нагревающийся, сама, ну, лист металла, так как он нагрелся, он его излучает уже опять же наружу через стекло, пропадает наше тепло. То есть, понимаете? Вот, то есть излучение. Поликарбонат, вот это вот излучение, он как бы блокирует, благодаря своим теплоизоляционным свойствам. И получается, что хоть у него и светопрозрачность хуже, но вот в таких вот условиях, когда сильный мороз на улице, это компенсируется его теплоизоляционными свойствами. То есть, выхлоп с такого коллектора будет больше, чем ниже температура на улице. Вот, вот такой вот вывод я как бы сформулировал. Из этого следует, что если у вас зимы теплые, ну, например, там не опускается даже до мороза Крым, например, там Грузия, не знаю, Турция, где-то там еще, ну, то есть есть зима, но она теплая. Юг России, ну, сами смотрите, вот, там плюс пять, плюс десять держится зимой, ну, бывает такое. Я вот жил, кстати, на Закарпатье довольно долго, то там зимы практически такие, как в Крыму, да, там у нас там было, ну, ниже нуля, это уже, это уже, а так-то вообще слякоть. Всю зиму слякоть. То выпадет с техи, то каша такая, месима, то ходим грязь, слякоть. Так что плюсовые температуры практически целую зиму. Вот, то в таких условиях было бы, наверное, рациональнее и целесообразнее ставить стекло, вот, потому что, ну, за счет меньшей разницы, меньшей теплопотери, и, ну, я же говорю, это уже выбор ваш. Хотите ставьте поликарбонат, хотите стекло. Еще некоторые нюансы по поликарбонату. Ставить его нужно, нужно, чтобы слои были вот так вот, не слои, вернее, вот эти вот перегородки, вот видите, тут еще идут вот такие вот поперечные перегородки для жесткости именно самого листа. Они вот так вот и должны стоять, вот так. Потому что для зимнего использования солнце у нас идет низко, оно идет у нас низко солнце, и оно должно смотреть всегда у нас вдоль, вдоль вот этих перегородок. То есть оно встает, смотрит вдоль, поднимается чуть-чуть, садится, тоже смотрит вдоль. Если мы вот так вот поставим поликарбонат, то есть вот так вот, вертикально перегородки, то у нас что получается? Вот так вот мы смотрим, да, на него, он прозрачный, чуть-чуть поворачиваем, все. Видите, мы смотрим мало того, что через две наружные стенки, но еще и плюс через перегородки, еще и плюс через перегородки. О, и они сильно затеняют, то есть эффективность максимальная только при прямом попадании. Если же мы так поставим, он будет эффективен и отсюда, и отсюда, и прямо, соответственно. Так что вот это тоже немаловажный такой момент по установке поликарбоната. Ну и все, вроде бы все я сказал. Что хотел еще раз про вывод такой, что однозначного вывода нет, какой лучше ставить материал, там поликарбонат или стекло. И я так думаю, что в более холодных регионах с более холодными зимами, морозными, ставить лучше все-таки поликарбонат, потому что он себя оправдывает именно когда очень холодно. Вот отрицательные температуры ниже нуля, намного ниже нуля, и чем больше ниже нуля, тем больше его эффективность будет. Стекло же наоборот, в такие моменты оно будет давать очень низкую эффективность, там будут теплопотери, наверное, даже больше, чем в дому. Выхлоп будет полезный. То есть КПД оно стремится вниз, вниз и вниз, чем отрицательнее и более температура на улице. Ну и плюс вероятность, что оно лопнет, при таких температурах тоже растет это стекло. Так что насчет стекла, это, ну, чем я же говорю, чем холоднее зима у вас, тем меньше смысл ставить стекло и больше смысла ставить поликарбонат. Утепленный, специальный. Ну и если теплая зима, то, наверное, лучше будет вам поставить стеклянный коллектор. Ну, как теплая, такая, как в Крыму, там, на Закарпатье, я же говорю, Грузия, там и так далее. В таких теплых странах или где-то, может, в Юг России, то там было бы, потому что у стекла такие вот преимущества, как светопрозрачность лучшая. Оно работает при любых углах, как оно там не будет падать, или отсюда во солнце, и отсюда во, отсюда во, отсюда во, вот. Тут вот поликарбонат, конечно, проигрывает, при непрямом попадании у него падает. А стекло нет, оно при любом попадании будет максимально эффективно работать. Вот, ну, в моем регионе, я считаю, центральная Украина, это довольно холодные дни, зимние, и очень часто бывают отрицательные температуры днем, в солнечную погоду. Я не жалею, что я взял поликарбонат. Меня он очень радует, очень хороший, эффективный материал. И в моем случае вытаскивать этот коллектор на фронтон со стеклом. Я даже не представляю, как ему ее вы... Ну, там ее бы не вы... Ну, вот, закончилось время моей камеры. Она уже пикнула и выключилась. Она у меня выключается просто, мыльничка такая у меня, камера. 20 минут и до свидания. Все, хватит снимать видео, хватит болтать, да? О, ну, ладненько. Вот то, что я хотел рассказать про коллектор, ой, про стекло и поликарбонат, в каких случаях ее лучше ставить, каких не лучше. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Может, у вас какие-то свои есть соображения, наблюдения, советы и так далее. Все, всем пока, до следующих видео.